Всем привет, друзья! Сегодня я предлагаю вам детально рассмотреть такой автомобиль, как Lada Kalina Cross. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля. Выражаю благодарность автослону Авто 1 за предоставление данного автомобиля на съемку. Вся подробная информация в описании к видео. Стоимость данного автомобиля стартует с отметки 524 100 рублей. За версию 1.6 8-клапанный мотор 87 л.с. Топовое исполнение люкс двигателя 1.6 16-клапанный 106 л.с. на роботе стоит 593 600 рублей. Lada Kalina Cross это универсал повышенной проходимости. Особенности автомобиля увеличенный клиренс, защитный обвес кузова, оригинальная отделка салона, шины увеличенной размерности. Вообще автомобиль под названием Lada Kalina Cross был официально представлен осенью 2014 года на московском автосалоне. Сразу же после презентации он появился в дилерских центрах. Я прекрасно помню этот момент. А когда первый раз я вживую увидел этот автомобиль, я подумал, что вот та самая красота, которую все ждали. Но все-таки экстерьер этого автомобиля вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны машина похожа на небольшой кроссовер. Ну а с другой стороны это просто универсал с увеличенным клиренсом. Так вот, клиренс данного автомобиля составляет 180 мм. Учитывая 4 пассажира и багаж, в пустом же состоянии между машиной и дорожным покрытием появляется целых 210 мм в пространствах. Это очень круто. А чтобы достичь таких цифр, инженерам пришлось полностью перенастроить элементы подвески, изменить расположение пружинных опор и установить ультрасовременные гзонаполненные амортизаторы. Да-да, все эти меры позволили прибавить к клиренсу Lada Klinocross еще 18 мм. И еще порядка 10 мм обеспечивает новая обувка, состоящая из 15 дюймовых дисков. Инженерам также пришлось сократить ход рулевой рейки на 6 мм. Тем самым они сократили радиус поворота. В глаза сразу бросается фальш-радиаторная решетка, которая стала намного изящнее, чем у предшественников. Она просто плавно переходит в фары главного света. На мой взгляд, еще одна выдающаяся деталь передней части – это большой диффузор воздухособорника. И это самая ключевая деталь. Именно большой диффузор напоминает о принадлежности автомобиля к семейству кроссоверов. А как же дело обстоит с защитой? Двигатель и коробка передач защищают от повреждений очень толстая механическая накладка на днище. И всем прекрасно видно, что как передний, так и задний бампер, пороги и колесные арки защищены накладками из крепкого черного пластика. Все это как бы намекает на то, что Lada Kalina Cross готова покорить легкое бездорожье. На крыше вы можете найти массивные рейлинги. Закрепили лодку и вперед. Вообще, облик автомобиля создает впечатление кроссовера таких средних размеров. И, конечно же, интерьер Lada Kalina Cross полностью скопирован с обычной калины. Все тот же твердый грубый пластик и серые тона. Однако, оранжевые вставки разбавляют атмосферу. У Lada Kalina Cross очень богатое оснащение. Имеется подогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, регулировка руля по высоте, электроусилитель руля установлен. Имеется аудиосистема со входом для CD и USB носителей. Система ABS и BAS имеются. Сигнализация с центральным замком и функции дистанционного управления. Фронтальные подушки безопасности. Немножко доработали шумоизоляцию. Багажник вмещает 355 литров. Если сложить заднее сидение, он увеличивается и составляет 670 литров. Для крепления крупных и хрупких грузов предусмотрены специальные кронштейны. Цветовая гамма у Lada Kalina Cross очень богатая. Есть цвет апельсин, в нашем случае это металлик. Цвет пламя, также металлик. Белое облако, двуслойная эмаль. Цвет агава, металлик. Голубая планета. Есть даже рислинг, барнео, пантера и кориандр. Доплата за металлизированную окраску кузова составляет 6000 рублей. Доступны два силовых агрегата. Первый 1.6 87 лошадиных сил и второй 1.6 106 лошадиных сил. 87 лошадиных сил и 140 нм крутящий момент. А работает он в паре с 5-ступенчатой механикой. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 165 км в час. От 0 до 100 он разгоняется за 12,7 и потребляет порядка 7 литров на 100 км в пути. А двигатель 1.6 16 клапан и 106 лошадиных сил на выбор. Доступен соответственно с 5-ступенчатой механикой и роботом. Он разгоняет машину до 180 км в час. От 0 до 100 км в час за 10,8 на механике. Я действительно поверю в название кросс, когда в автомобиле появится полный привод. Сейчас конечно многие скажут, что далеко не все кроссоверы имеют полный привод. Да, конечно не все, но в топе в большинстве случаев мы получаем полный привод. А прошло уже немало, полного привода еще не появилось. В целом получился автомобиль с амбициозной внешностью, но на бездорожье он далеко не уедет. Основной плюс Lada Kalina Cross. Она довольно комфортна и просторна, поэтому ее выбирают большие семьи. Запчасти и ремонт на нее стоят довольно недорого, а значит, что ее можно эксплуатировать по полной программе. Я искренне надеюсь, что появится скоро полный привод. Добавят блокировки. Доработают существенно подвеску и салон. И все любители активного отдыха будут кричать «Ура!». На этом обзор Lada Kalina Cross 2017 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. До встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok